Ну что же, всем привет, с вами GK, мы продолжаем играть в Ведьмак К3, и давайте играть дальше. В прошлой части у нас были, как сказать, выборы, которые ещё не окончились, вот. И мы пробирали, были в лаборатории Мышевура. Ну и был ещё один моментик на Единороге. Енифер считает, что аномалия на Артскеллиге связана с Цири. Мне так кажется. Когда я осмотрю это место, смогу сказать наверняка. Я видел, что там, и это ненормально. Друиды едва справились. Объясни мне, Енифер, как Цири могла вызвать такие разрушения? Это я и хотела бы узнать. Но покуда Мышевур мне мешает, мы не узнаем ничего. Об этом не беспокойтесь. Друиды не доверяют чародеям, но сердце Мышевура на правильной стороне. Наверное, он просто не знает, что вы ищете Цири. Это не его дело. Я так и думал. В любом случае, Артскеллиг – моя земля. И вот тебе моё позволение. Изучай всё, что считаешь нужным. Спасибо. Не за что. Когда-то я принёс клятку и намерен её сдержать. Арнвальд! Передай друиду, что я должен с ней поговорить. Там же, где всегда. У меня есть ещё одно дело. На этот раз касательно моих детей. Помнишь Хиалмара? Так вот, он поклялся убить великана Изундвика и ещё не вернулся из похода. А Керрис тут заявила мне, что отправляется в собственный поход. Вбила себе в голову, будто у Далерик не псих, что его прокляли. Ты хочешь, чтобы я помог Керрис снять проклятие? Нет никакого проклятия. Керрис решила пойти по стопам к Хиалмара и ищет подвига достойного королевы. Зачем в таком случае моя помощь? Ведь ты, как я понимаю, хотел меня об этом попросить? Дело в том, что я ни на грош не доверяю Удаду-Рику. Керрис не послушает ни меня, ни брата. Но если настоящий мастер объяснит ей, что она ошибается, то, может быть, она и опомнится. Тип, я настоящий мастер? А потому прошу, объясни ей всё как есть и верни её обратно. Великаны вымерли столетия назад. Кто-нибудь видел гиганта из Ундвика с собственными глазами? Десятки беженцев. Великана пустошил остров, а остатки клана Тордеров я приютил на Артскеллига. Я слышала, что перед появлением великана на Ундвике стояли небывалые морозы. Это правда. Ну, так или иначе, Ялмар решил, что убить великана и отдать остров людям поступок достойный короля. Сын собрал немалую дружину в Новой Гавани. Они должны были отплыть на Ундвик, а оттуда пешком добраться до Урскара. Это деревушка небольшая. И вот думается мне, что для таких молодцев охота на великана затянулась. А потому вот моя просьба. Для начала поспрашивай людей в Новой Гавани. Может, кто что знает о планах Ялмара? Странно, что ты сам не участвуешь в борьбе за корону. Тебя многие бы поддержали. Сомневаюсь. Логос безумной скорее поддержит Нильфгарцева, чем меня. Кроме того, мужчина должен знать, когда следует уступить место молодым. Если их Ялмару и Терес нужна помощь, я помогу им. Благодарю. Если все всех уже поблагодарили, пора браться за работу. Надо понять, цири по-прежнему на Артскеллиге или нет. Я оденусь поудобнее и сама тебя найду. Отправляйся на юг. Аномалия, которую нам нужно исследовать, уничтожила полосу леса у берега в самом большом заливе на Артскеллиге. Славный получился пир, крах. До свидания. Так. Выполним задание. И давайте поставим это очко-навык на... У нас новая есть ячейка. Давайте потратим её на... Да, кстати, можно вот на это наложить. А, о, у нас откроется вторая эта фигня. Чаще. Угу. Угу. Приезжают. Боже, к чему. Приезжают. Ты всякий случай. Ещё что? Что опять? Крючникова. Интересно. Что? Так, а я тебе что-нибудь... А, я же могу это всё уже... Одеть. А я ещё хожу в этой хрени. Так, что я тебе покатаю? Ничего не могу продать, что ли? Опа. О-хо-хо. Да ты богат, чувак. И я тебе продаю дороже намного. А, всё. Жесть, я богач. Охереть. Охереть, друзья мои. Мы пугер. Я куплю эту херень. Херень. Буп. Охереть. Вы видели? Плюс девяносто три урона. О-хереть. Минус сто два. Фу. Фу. Ну а чё, почему не продают ничего? Нет, вы видели сколько? Охереть, я отдал... Семьсот или сколько? За двести сорок урона почти. Так, кузнец. Ты рисуешься оружие? Что у тебя есть? Я хочу тебе продавать вот это вот дерьмо. Ну тут минус десять, ладно, оставить чё. А, штаны у меня плюс двенадцать ещё эти дают, да? Ху-ху-ху. Будь здоров. Ну, а эти продадим, чё, всё? Так, всё. Всё, я тебе продам вот эту херню, и всё. И я свободен, словно птица в небеса. Так, чё я могу сделать ещё? Кайр Троллика, чё? Нормально так. Друзья мои, да вы русской версии не очень-то обработали, не на бафику. А, топор красивый, девочки, конечно. Куда эти надо отправиться? Ё-моё. Это самый ближний, да? Ну, ладно. Так-с. Эй, ты! Подожди-ка! Парнишками с фарер, которые пошли в руины сокровища искать. Не знаю. Только кажется мне, что нам больше не будет. О, подожди. Почему ты так говоришь? А? Нет. О, хо-хо-хо, лошадочки. Ну что, паскуда? Стойте! О, хо-хо-хо! Да блин, успокойся ты уже. Раз, мать родила, раз и подыхать! А? Стойте! Это нихерел, да? Урод. Вот что я сейчас сделал? Эм, ног. Мог. Бледный ты! Тоже в чем-то. Тоже в чем-то. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не говоря о том, что ты рискуешь похоронить нас заживо Нас и все острова Похоронить? О чем ты? Она тебе не сказала? Этого следовало ожидать Согласно легенде, Ураборос создал маску, когда Редневое море поглотило его возлюбленную Ураборос не мог смириться с тем, что не увидит своей избранницы И выковал маску, которая позволяет заглянуть в прошлое Однако он знал, что сможет использовать ее лишь раз И ждал, когда тоска его станет невыносимой Уснав о маске, море рассверепело И поклялось, что любой, кто использует маску, навлечет на себя его гнев Полный, залью сушу и утопит живущий То есть маску никто никогда не использовал? Нет, но... И никто не знает, действует она или нет Я знаю из мифов... Ты так веришь мифам? Только невежды преуменьшают их значения И речь не о мифах, а о краже Тебя заботит кража, а нас Цири Для меня Цири тоже важна Но когда я предлагал Эннифер другие методы, она даже не слушала меня Говорила, у нее нет времени И результаты ей нужны немедленно Она вечно носится, как о шпаре Это правда Но теперь у нее, по крайней мере, есть причина И поэтому она даже не задумывается о том, что может устроить... Что? Что это? Нет Эннифер использовала маску Замечательно Сдохни! 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 Да. Что это было? Единороги. Йен, что к тебе... Я понимаю, что это туманники. Только откуда они здесь взялись? Их притянула сила маски. И что теперь? Маска откроет прошлое, но только в определенных местах. Там, где событие оставило сильный магический след. Держи. Мне ее надеть? Да. А я наложу заклятие, которое позволит мне видеть твоими глазами. Ты собираешься читать мои мысли? Ты что-то имеешь против? Все равно ты постоянно этим занимаешься. Значит, ничего страшного, правда? Пойдем. Первое место я уже нашла. Мы пришли. Надень маску. Что мне делать? Не снимай маску, пока мы не увидим всего. И не открывай. Радиус телепатии весьма ограничен. Что это? Портал? Из него вышли двое. Женщина это Цири. Откуда ты знаешь? Она двигалась, как ведьмак. Похоже, они пошли туда. Идем. Попробуем найти следующее место. Разбудить следующее место. Водит, неожидай. Науэль. Так вот, науэль. Принесли. Одинку, door is open. А-а-а-а-а! А-а-а! Цири. О-а-а! А-а-а-а-а-а! НАДЕНЬ МАЗК! берегись что это было нечто вроде магического взрыва настолько сильного что опасны были даже его отголоски думаю он и уничтожил нас с цирией и спутником ничего не случилось я видел как они убегали сейчас узнаем куда нравится мне это место мне тоже если кто-то оказался я понимаю что но не беспокойся цири может о себе позаботиться ну-ка готов используем а а цири гнались видишь кажется он родился но она сбежала снова через портал знаешь куда магический след ведет в велен сможешь понять куда делся спутник цири его портал должен быть рядом попробую его найти идем пошли надень маску красивый бой один оттолкнул другого ударом мощной магии и бежал через портал чародей скорее всего это спутник цири и тот кто ее ранил откуда ты знаешь я предполагаю оба были в предыдущих видениях у цири сильный союзник может от того в кого прилетело заклинание что-то осталось распогодилась наверно мы шавур поработал и теперь он снова придет нам мешать ну что вы довольны собой вы посмотрите что вы натворили если поиски цири потребуют чей-то смерти вы убивать начнете спокойно буря утихла ты контролируешь ситуацию пока а что будет через неделю или две прекрати истерику вот тебе твоя маска теперь она годится разве что на пепельницу от ее больше не будет и какой пользы вы хоть что нибудь узнали о да я разговариваю с герриттом с тобой и потом разберусь ну так что похоже здесь было наложено мощное проклятие весьма правдоподобно учитывая то что стало с лесом и кого прокляли мы пока не знаем но цири точно была здесь она вышла из портала и с ней был маг их преследовали дело дошло до стычки цири была ранена набежала куда велен скорее всего чародей открыл ей портал а потом расправился с нападавшим и это все здесь может быть что-то интересное надо осмотреть еще один след так сейчас под деревом что то есть ты не могла бы сейчас наружу и нет ни крови не зарубок спутник цири его как вы это называете дезинтегрировал замечательные ваты но я не узнаю мастера ах я не могу сказать даже откуда они наверное потому что они принадлежали всаднику дикой охоты что значит это дикая охота как я и боялся сначала здесь потом на хиндер сфляли что им нужно они ищут цири но зачем это долгая история о старшей крови о способностях цири она получила способности от матери цири может гораздо больше чем ее мать но сейчас нас интересует что дикая охота делала на хиндер сфляли это было недели через две после того как здесь на аркске риге случился катаклизм призраки напали на лафотон в темноте во время снежной бури а снежной бури для этого времени года явление само по себе странное люди говорили что призрачные всадники врывались в хаты убивали тех кто пытался сопротивляться потом они умчались вглубь острова и все слышали их жуткий смех кто-нибудь выжил с десяток женщин и один старец следующая остановка хиндер сфель я буду ждать тебя на берегу у лафотона ну давайте мы закончим следующей части так что всем спасибо за пора ты ведь не выносишь телепортов от эликсиров я тоже не в восторге но можно подписаться ставьте лайки и до скорых встреч всем пока ну в путь подойди ко мне удачи дайте знать если вдруг что-то найдете я была на хиндер сфиале довольно давно но если я правильно помню лафотон где-то там разоренные хаты свежие могилы а похоже мы на месте какое-то собрание мы здесь не вовремя разговоры о дикой охоте всегда не вовремя ну ладно всем пока 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 пока